Здравствуйте дорогие любители ММА! Сегодня у нас UFC 256 Фигереда против Морена, который пойдет 12 декабря в Лас-Вегасе, Неваде, Соединенные Штаты Америки. И погнали! Так, Дэвисон Фигереда, который месяц назад буквально защитил свой пояс, будет биться снова за пояс. Очень активный у нас чемпион в муховесах Дэвисон Фигереда по кличке Дэвис Дагера. 21, профессиональный рекорд, 32 года, 165 см рост. У него уже 5 побед подряд, вот в крайнем своем поединке он победил Алекса Переса, гильотина сдушил в первом раунде. До этого в 2020 году он провел еще два поединка, где победил Джозефа Беновидиса дважды, причем первый раз это было нокаут во втором раунде, а второй раз удушение в первом раунде. До этого гильотиной победил Тима Эллиота в первом раунде, то есть 4 победы подряд досрочно. Также в 2019 году он побеждал Александре Пантою, и вот первое поражение у него было от Джусера Фармиги в 2019 году решением. До этого Джону Марагу побеждал в 2018 и Джозефа Моралеса нокаутом во втором раунде. То есть большинство, по идее, его боев заканчились досрочно, ну начиная с 2018 года, раз, два, три, четыре, пять, шесть, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь боев у него с 2018 года, из них 7 побед, одно поражение. И теперь его соперник Брэндон Морена по кличке Ассасин Бэйби, 18.5.1, представленный рекорд, 27 лет ему, 170 сантиметров роста он хотя бы на 5 сантиметров выше, это уже хорошо, 3 победы подряд. Он выиграл Брэндона Ройвала в последнем своем поединке, в крайнем поединке, потому что тот повредил плечо и гранд-эдпан. В общем, в первом раунде был нокаут, до этого в 2020 году он победил Джусера Фармигу, как раз-таки, по-моему, обидчика Фигереду, да, но он решением тут победил. До этого в 2019 году Кайкару Франца побеждал, то есть решением, и с Аскаровым было раздельным решением ничья. До этого Майкела Переса еще побеждал в четвертом раунде. В 2019 году выступил еще против, а не, это все в схватке по грэплингу, в которой он побеждал. Александре Понтое поиграл, правда, решением в 2018 году. С 2018 года, если учитывать схватки по ММА, раз, два, три, четыре, пять, шесть поединка, ну, в общем, он только Александре Понтое и проиграл. А в остальных случаях это были победы и одна ничья, четыре победы и одна ничья. Здесь нужно только поговорить о шансах. Конечно, Фигереда фаворит, безусловно, но я бы дал Фигереда коэффициент где-нибудь 1,5. Вот, давайте посмотрим. 1,28 против 3,7. 1,28, ну, на Хабиба даже, наверное, больше давали, чуть-чуть, но больше. И здесь, я думаю, у Морена еще какие шансы есть. Поэтому, не то чтобы топить за Морена, но какой-то шанс у него есть все-таки. Так как на Фигереда я бы 1,5 давал, а тут 1,28. Немножко занижен коэффициент, конечно. Но, скорее всего, он победит. Скорее всего, досрочно. Но, а, кстати, надо еще посмотреть победа досрочно Фигереда. Давайте посмотрим. То, что бой закончится в первые три раунда, у нас дают двушку. Вот, это уже, в принципе, не то чтобы... То есть, на победу Фигереда не дают никакого коэффициента. Нет еще росписи прям такой большой. Но, то, что бой закончится досрочно, в первые три раунда дают коэффициент 2. А это немало. На этом все. Пока.